Добрый день! С вами Ирина Багнюк, канал Исадьба Багеры. Сегодня у нас середина июля, в частности 16 июля, и мы будем продолжать плетение фикуса Бенджамина круговое. Я почему сказала, какая сегодня дата? По той причине, что меня часто спрашивают, именно вот сейчас, например, летом приходят вопросы, можно ли сейчас плести? Можно. Можно плести тогда, когда у нас идет волна роста. У фикусов несколько волн роста, и определить ее, идет она или нет, вы можете, вот если, ну тут на всех буквально, вот. Вот есть новенький-новенький прирост, вот его видно, если так рассмотреть. Вот, вот, вот. То есть если есть новый прирост, в этот момент вы можете. Даже еще, ну вот последнее, где-то так конец августа, даже начало сентября, в зависимости от условий, где стоит фикус, где содержится, что даже в начале сентября еще можно. Позже уже нежелательно, потому что будет долго, растет уже медленно, и процесс сращивания будет долгим. Ну вот до конца августа точно можно, если есть, вот при условии, что вы видите, есть новый прирост, новенькие прям растут. Если нет, тогда лучше, конечно, не надо, так как это просто будет очень долго, и может за это время зарубцеваться ранка, и не срастись, а просто зарубцеваться. Вы потеряете время, а по весне будете делать заново. Так, вот. У меня прошло с того момента, как я его посадила, довольно много времени. Я хотела через месяц его плести, как посажу, пока он придет в себя. Но из-за полученной травмы мне пришлось отложить очень надолго. В частности, его, так как тут мелкая работа, я никак не могла... Долго, даже когда уже палец зажил, не могла еще ничего мелкого делать. Ну, вот, теперь мы будем его плести, наконец-то. Так что, что мы с ним делаем? Значит, он у нас очень хорошо за это время вырос. То есть, вот это все выросло. Вот это, вот это. То есть, то, что он так долго был в таком состоянии, ему не навредило. Он не болел, с ним было все хорошо. Он прекрасно разросся. Он даже чуть-чуть поравнялся. То есть, поначалу, вот, если так посмотреть, вот есть ветви, которые вот так идут в стороны. Так вот, сейчас их буквально три. Вот это, вот это и вот это. А когда я его только посадила, они почти все были так больше и сильно наклонены. Так что они окрепли. В то же время еще не сильно такие одеревеневшие. Так что, ну, наверное, один из последних шансов, когда его можно все-таки плести. Но что мы делаем сначала? Сначала мы убираем, вот если что-то у нас выросло, вот новенькое, внизу, где нам не надо, убираем, оно нам не надо. Можно убирать сразу, как заметили, можно позже. И будем обрезать. Я тогда не обрезала, обрезала очень много низ. Поэтому вот эту часть оставила. Она нам вся будет мешать. Поэтому каждую ветвь берем и вот так, вернее, каждый наш ствол, каждое растение, вот этот низ. Как минимум три веточки нижних мы точно убираем. Вот. А дальше будет видно. Тоже не надо переусердствовать с этим, можно убрать потом. Усора не было. Вот он выделяет сок и будет все закапанное в соке. Поэтому вот мы их убираем не особо, не совсем до верха, чтобы был лысый, но тем не менее много. Даже вот такие вот хорошие ветви, их можно пустить на укоренение. Многие из них, не все, но многие. Так что сейчас он у нас будет очень, очень лысенький. Но зато мы увидим, как и что, и что мы можем заплести, что не можем. Вот есть ветвь у нас, ствол вернее, довольно-таки вот он самый, наверное, самый тоненький. Поэтому вот эту пока что не буду, если уж очень понадобится, я ее срежу сегодня. А возможно, она на будущую стрижку, так как мы не будем заплетать его весь сразу. Поэтому я пока что не все срезаю то, что как бы хотелось. Возможно, сегодня будет еще слой один, следующий срезанный. Но возможно, что и останутся. Вот, теперь начинается самый интересный процесс. Так, что мы делаем? Ну вот, вот с этого вот толстенького мы начнем. Почему с него? Потому что мы его будем изгибать. Нам вот самый толстый, надо, чтобы он изогнулся и пошел. Потому что если мы им закончим или где-то, он может оказаться, что он не будет сильно изгибаться, а будет чуть-чуть. А нам надо, чтобы он пошел сильнее, чтобы не был таким вот преимущества имел. Значит, сначала мы ничего не обрезаем. Берем какие угодно стяжки, можно веревочки. Я в прошлой плела, я делала это сразу веревочками. Но это долго, сложно. А так как мы все равно будем растягивать. Значит, что мы делаем? Мы выбираем самый толстенький и его изгибаем. Сейчас я покажу. Потом это поверну и доделаю. Значит, мы его изгибаем. Ну вот смотрим, во-первых, по тому, как он гнется. То есть вот дальше он уже не особо хочет. То есть ниже. Но, собственно, ниже и не надо, потому что нам надо, чтобы здесь была какая-то... Не стоит вот тут делать плетение самое первое. Это через чур низко. Оно можно. Если посмотреть те, которые продаются в магазинах, можно. Но такое часто, они прям как бы из одного выходят. Но, возможно, они так же, как вот этот мой был, что действительно из одного выходили. Поэтому вот мы берем самый толстый. Смотрим, насколько он изгибается. Изгибаем еще вот этот сюда. Чтобы у нас не было как бы в одну сторону, а этот остался ровным. Изгибаем вот сюда. Находим примерно, что мы хотим. И посередине. Или быстро связываем веревочкой, или стягиваем стяжкой. Я думаю, будет удобнее. Они будут все равно потом убираться. Это именно вот для растений стяжки у меня. Но можно взять... Они чем хороши? Они многоразовые. То есть мы их затягиваем. И вот так. Мы их потом снимем. Если нет никаких, то можно взять строительные. Потом вы их просто разрежете. Вы их будете постепенно по одной срезать. И будет... Ну, они выкинутся. Но это быстрый процесс очень. Так, что мы делаем дальше? Дальше мы соединяем вот это. Также лучше вот, чтобы не было вразнобой. То есть мы этот делали по часовой стрелке. И этот тоже вот его мы берем сюда, а не вот этот сюда. Оно будет визуально потом симпатичнее смотреться. Когда уже уйдет листва лишняя. Когда он будет уже у нас, так сказать, виден сам вот этот ствол. Хорошо виден, да, не приглядываясь. То вот, вот смотрите. Вот сейчас он идет вот этот по часовой стрелке, а этот наоборот сверху. Оно потом будет не очень красиво. Так что берем и каждый мы берем по часовой стрелке. Изгибаем. Смотрим приблизительно ровное место. Ну, на одном уровне. И их стягиваем чем угодно. То есть если вам кто-то помогает, тогда да, один держит человек, другой стягивает веревочкой, к примеру. Это будет быстрее. Так, мне плохо видно. В какую там сторону. Сейчас поверну. Ага, все застегнуло. Вот. И что еще, почему мы это делаем? Чтобы, если мы сейчас сразу их начнем заплетать, именно срезать кору и все, мы можем доказаться, что где-то не получится на этой высоте. И надо будет нам их сместить. И вот уже сместить то, что мы сделали, именно срезали и все сделали, это уже будет практически невозможно. Ну, или, по крайней мере, болезненно для дерева. Процедура, все это плетение, все-таки не в радость ему. Как бы не планировал так расти, чтобы ему срезали кору и делали что-то. Поэтому мы стараемся как можно более щадящими методами все это сделать, чтобы ему не вредить. Ну, вот и все я сделала не очень хорошо. В итоге, вот из-за вот этого, что он двойной. Если я его сейчас так сделаю, это будет плохо. Придется переделывать. Кстати, вот какая-либо такая ситуация может быть и... И если что-то другое мы делаем. Ну, вот, как я не хотела, чтобы этот поворачивался в ту сторону, вернее, чтобы хотела, чтобы в ту сторону, придется мне его сюда поворачивать. Ну, что же делать? Придется так. Так. И вот эти мы переделаем. Что вот вы на практике увидели, на чужом опыте, что очень-очень важно сразу ничего не срезать и не заплетать уже на постоянной основе. А так сказать, примериться. Так. Следующий. И сейчас их быстренько переделаю. Потому что, как мы их не рассматриваем, не думаем, как, что и с чем будет заплетаться, что-то забывается, что-то иногда в самый важный момент уже, когда делаем, вдруг не учитывается. И вот так оказалось. Вылетело из головы, что я его хотела там так сделать. делать. Вот. И теперь получилось хорошо. Вот этот мой двойной, который я не смогла тогда разделить, мы его вот так делаем. сейчас мы их все закрепим и будем смотреть на их высоту. Получилась она у нас на одном уровне или не получилось. Сильно туго тут их не надо. Значит, вы заметили, что я не ставила никакие трубу, палочку, или вот как говорила в начале, что я буду использовать эти штучки, так как они у нас хорошо держались. Они простояли очень долго, наверное, месяца три, может даже четыре. Сейчас точно не вспомню, надо смотреть по видео, когда именно я заплетала. Они хорошо держались и после первого вот этого, так сказать, примерочного заплетания они держатся. Поэтому пока что можно не использовать ничего внутрь. А дальше будет видно. Значит, что мы делаем? Ну вот, на примере, ну любого, вот этого вот. Значит, теперь что мы делаем? Теперь нам, мы их все через одну, по два сделали. Теперь так же по часовой стрелке, чтобы не было опять этого разнобоя, то вот так, то вот так, мы берем какой-то, думаю, что ошибиться ничего не будет, и делаем вот так. И вот здесь на втором этапе плетения, вот если мы вот так их сейчас сделаем, то вот и получится вот это, что они у нас сошлись. То есть у нас получится шалашек. Если это цель так сделать, то можно будет такой вот конус, вполне, то есть так тоже, но в данном случае хочется сделать именно вот трубу из них, да, поэтому теперь что мы делаем? Вот теперь мы или в зависимости от ширины, как они посажены, в зависимости от того, что у нас и как есть, мы можем или взять какую-то трубу, вот это не очень подходит по размеру, вот видите, да, но просто показываю, что с ней тоже в принципе можно, если нет ничего другого, можно взять обычную новую, естественно, просто строили, осталась канализационная труба, серая или водная, не знаю, точно не помню. Вот, то есть любую пластиковую трубу можно использовать, единственное, что надо учитывать, если вы ее будете использовать, надо будет чаще, то есть, во-первых, лучше ему выбрать место для, где он будет стоять, потому что трубой будет он, вот тут у нас будет листва, вот, да, и она будет закрыта от солнца, если солнце здесь будут расходиться в стороны, то есть надо выбрать место, где он будет хорошо освещаться солнцем, но можно использовать и чаще его поворачивать именно из-за того, что у него труба. Если труба не хочется, нету, или, ну, все, думаю, мне использовать ее, или все-таки эти штучки, я сейчас попробую с ними. Она у меня чуть-чуть маловато. Значит, тогда можно использовать любую, сейчас покажу подробнее, здесь внутри проволока, то есть, это тоже для привязывания растений, такая продается, она хорошая, мягкая, но внутри просто жесткая проволока, гнется она, вот, покажу на тех, которые не загнулись, гнется она легко, но потом, как бы, держит форму, то есть, уже обратно ее довольно... То есть, можно взять просто проволоку, можно взять, если есть какие-то такие штучки, можно взять кольцо из чего-то вырезанное, или подобрать трубу, но с ней учитывать именно уже расположение. Так, у нас следующий ряд будет, сейчас вот так сделаю, чтобы вам было видно, следующий ряд будет вот здесь, поэтому, во-первых, мы видим, что у нас лишние ветви, здесь их надо убрать обязательно, чтобы не соединить случайно с какой-либо не основной, а боковой, поэтому будем убирать и будем смотреть, какая все-таки подходит. Где ножницы? Вот ножницы. Так, убираем, вот у этой сильный стволик, хороший, убираем одну ветвь точно, у этой тоже. Когда мы уже вот так ближе к верху убираем, то смотрите внимательно, чтобы и не обрезать какую-то нужную ветвь. Здесь придется и вот эту еще. И такому, вот если у вас есть тоже такой самый слабый экземпляр какой-то, какая-то веточка, то ей потом надо будет побольше внимания уделять, чтобы ей точно хватало освещения, чтобы она хорошо проветривалась вот во всех этих. Так. Тут вот очень не хочется, они уже маленькие, довольно равноценные, но посмотрю, если получится пока что эту ветвь сохранить. потому что третий слой плетения точно за раз я не буду делать именно на этом экземпляре. более уже высокие, тогда возможно и выше сделать, но в данном случае точно нельзя, так как не очень он высокий. так, и, наверное, вот у этого тоже эту веточку убираем. теперь самое сложное, потому что второй ряд он уже нужен вот с какими-то с какими-то я попробую вот сначала если она подойдет, в принципе она подходит. Значит, будем пробовать. Тут уже нам надо будет соединить между собой ну вот с этих начнем между собой и еще вот с этой опорой. Значит, если мы используем что-то вот такое, проволоку, еще что-то, круг, так скажем, то лучше еще и с ним соединить. Если используем трубу, то можно не соединять. Я видела, что делают, если более узенько, например, из четырех там делают, видела, и ставят, ну, скажем так, черенок от лопаты, да, по объему имею в виду, по диаметру, то там набивают еще зачем-то гвоздики, чтобы он прям идеально, ровненько было на одной высоте. Можно сделать, но можно постараться и не набивать. Так вот, чуть-чуть не ошиблась. примериваемся, берем вот эту штучку и будем соединять. Для первого, самого первого, когда она еще не держится, это самое такое неудобное, особенно, когда от себя. Вот, выбираем высоту приблизительную, и делаем вот так. Следующий. Опять же, сейчас она, может быть, я их еще буду двигать. Следующий, опять же, вот тут вот не сделать ошибки, потому что уже второй ряд, и она так хорошо идет в сторону, хочется ее связать вот с этой. Не надо, это ошибка будет. Это будет не то плетение. это будет какое-то другое плетение, может быть, кто-то хочет именно его, тогда да. А в данном случае, именно чтобы решеточка получилась, то лучше не надо. Опять мы их делаем по два. Так. Следующие два. если они у меня соединены, посмотрим, или я развяжу это плетение, вот это соединение, или я его оставлю, будет видно. Сейчас посмотрим по диаметру, насколько у меня получилось или не получилось. Сейчас пока определяемся просто с высотой. Так. И вот еще. Так они упорно складываются вот в другой... А, ну, собственно, да, вот так правильно правильно и было бы по часовой. вот приблизительно, что у нас получилось. То есть, так сказать, наживили мы это, как говорят, когда шьют. Вот. Теперь смотрим. Во-первых, мы смотрим высоту, чтобы она у нас была более-менее на одном. Они, конечно, будут увеличиваться. И когда срастется и утолщатся стволы, оно уже, если вдруг мы тут так, а тут ниже, выше, оно будет со временем. То есть, идеально прям не надо, если у нас не получается. Но по возможности, вот, например, вот этот явно высоковатый, его надо вот так. и вот так. Чуть-чуть ниже. Ну вот, с высотой все нормально. С шириной, с диаметром, вернее, более точно сказать, тоже все нормально. Значит, следующий ряд сейчас покажу, но следующий не буду точно сейчас заплетать. и это. То есть, мы опять же, вот из этой, мы берем вот эти два и также мы их соединяем. То есть, мы дадим ему вырасти, обрежем потом лишнее и тогда сделаем. Ну и, собственно, сколько нам надо высоты. Да? Кто-то хочет огромный, как вот у меня большие, там, двухметровый, да? Тогда мы, соответственно, ствол делаем. Этот фикус таким большим не растет. Он чуть-чуть более миниатюрен, так что вот так. Ну, собственно, мне, теперь смотрим высоту вот эту второго уровня, диаметр мы проверили. Тут высота вот эта получилась высока. Так что мы его сейчас ой, не в ту сторону. Чуть-чуть ниже сделаем. Вот так. И вот этот тоже. Этот получился очень высоко поднялся. в принципе пока что вот на данный момент то, что сделаю, мне нравится вот именно эта мягкая такая проволока. Потому что мы когда затягиваем, мы не стягиваем растение, а стягиваем вот эту часть. А потом стяжка затягивается и потом возвращается назад. То есть как раз получается очень удобно. Вот таким образом. Так что пока что на этом этапе мне нравится. Просто с проволокой думаю будет менее удобно, но можно. Ну или брать какую-то трубу. Тогда надо подобрать изначально диаметр, чтобы посадить было хорошо. Ну вот. Так сказать приблизительно мы это сделали. Теперь я покажу как мы их все будем заплетать. Именно уже полностью. Этот процесс очень длительный. Я не буду показывать все. То есть я все-все-все не буду. Я их пока так сказать на видео оставлю так. Сама доделаю. Значит выбираем уже любой. Я выберу какой будет вам удобнее видно, чтобы поменьше веток было здесь. Наверное вот этот тут. А то с этой стороны вниз как раз. Значит что мы теперь делаем. Теперь мы готовим то чем будем стягивать уже на постоянной основе. Это берем какую-то веревочку. Она нам будет нужна. Берем скальпель или очень острый нож или скальпель. Это скальпель не какой-то там медицинский. Еще такие скальпели продаются в магазинах где ручки, карандаши, ножницы. Вот в этих канцелярских магазинах продаются такие скальпели. Так что сложности найти его нет. Именно там спросите. Они дешевые. Что в них хорошо, вот эта часть съемная и потом просто выкидывается. Берется другая. Значит выбираем какой-то один, с чего мы начнем. Вот мы с этого начнем. Мы его раскрываем. Стяжка нам уже скорее всего не понадобится. Какой-либо веревочкой будет удобнее. Такой или шпагатом. В общем что угодно выберите. Что есть собственно. Тут нет каких-то особых. И теперь что нам надо сделать. Значит нам надо вот в месте соединения их чуть-чуть срезать кадми. Я сейчас покажу вот на таблину, чтобы было хорошо видно. Значит что нам надо? Нам не надо очень глубокий срез. Нам надо срезать до вот зеленое получится камень. Не знаю может быть на столе. В общем вот у нас коричневый это ствол. Потом у нас зелененькое, а потом белое. Сейчас там белым соком еще затягивается. Вот нам надо до немножечко белого. То есть мы срезаем зеленое внутри которое и там немножко белое. Потому что вот это зелененькое, которое между белым стволом так сказать уже основным. И вот то что мы видим сверху вот это зеленое первое начнется расстаться. Поэтому нам надо немножечко до белого, но не очень. Не надо глубоко, не надо на пол ветви. есть немножечко это просто вот видите я надеюсь что это видно. Может на руке будет видно. Что это совсем маленький срез. Как сказать глубокая царапина. Просто на ветвях это не так удобно будет видно. я постараюсь показать. Значит с какой ветви начнем неважно. Смотрим вот когда мы развязали если она чуть-чуть сдвинулась то есть вот возможно была вот так когда держалась стяжкой. Сейчас она чуть вот так сдвинулась можно даже вот именно как сдвинулась если немного и нам это не критично. Можно так и оставить потому что она точно не будет начнет расти и будет там срастаться. Если она бы сдвинулась вот как-то сильнее ну тогда да пришлось бы ее вернуть нормально где нам надо и срезать. А так вот чуть-чуть сдвинулась на этом месте мы стараемся сделать. Значит нам надо срезать буквально два маленьких места где они соприкасаются. Я вот сейчас это сделаю и покажу поверну. Значит срезаем мы вот как бы с одной стороны сверху и потом еще снизу. Потому что если мы сверху будем долго вот так сверху вести то мы уведем туда вниз будет лишняя содранная кожа у дерева так скажем верхний слой так его назовем. Поэтому верхний мы немножечко и потом также уже внизу мы смотрим так чтобы вам было видно и мне тоже. Ну вряд ли это будет в общем чуть-чуть мы опускаемся ниже того что срезали и ширину смотрим ветви которая нам надо не надо ниже не надо делать лишние срезы не видно вот но немножечко мы вот так буквально раз и срезаем сейчас вот она как бы чуть-чуть остается мы ее не тянем вверх а с этой стороны тоже убираем так потом я я срежу все попробую потом крупнее потом мы их соединяем что действительно в этом месте и вот в этом же месте на другой мы это делаем так и теперь поддеваем возможно получается менее аккуратно потому что я практически не вижу что я делаю но возможно вам будет хотя бы что-то видно так сейчас проверю что получилось более-менее нормально она получилась очень-очень узенькая я ее сейчас чуть-чуть шире сделаю главное не глубоко чтобы не был очень большой срез в принципе если оно хорошо и долго растет просто стянутое они так срастутся но это особенно вот на нижних ветвях которые потолще вот это лучше сделать значит ну вот я раздвину думаю видно то что получается не надо никаких глубоких это не надо действительно мучить дерево то есть аккуратненько мы их сделаем все оба два у нас таких среза и теперь мы их главное соединить их между собой и затянуть сначала я всегда вот так посередине делаю не снизу откуда-то именно так потому что так видно что мы делаем когда затягиваем мы вот отсюда сверху видим попали мы или нет вот так затягиваем вот так и после этого уже если надо то можем и как-нибудь вот так вот и так завязать но в данном случае думаю думаю что она и так будет держаться вот и на если длиннее веревочка то можно узелок но можно бантик вернее но можно и узелок вот все через месяц самое самое раннее через месяц если вы не видите вот вдруг вы увидели бывает что растянется там как-то и вы увидите что тут вот эта срезанная часть то есть видно что оно сместилось тогда да надо будет раскрыть когда увидите тогда и раскрываете раскрываете смотрите если она не огрубела еще эта ткань тогда если не огрубела и мягенькая то вдруг через 2-3 дня оно так сместилось или в процессе плетения остальных то тогда просто затягивайте если она чуть огрубела там уже стал такой роговидный слой то мы его срезаете и затягиваете опять значит так делается весь этот ряд я все делать не буду это долго я покажу вот этот вот следующий ряд потому что потому что вот из-за вот этих вот наших так сказать приспособлений это более сложный вариант вот остальное потом сделаю конечно уже не на камеру значит тут ослабляем так же вытягиваем возможно я ее когда сейчас срежу затяну вот если садовый то можно затянуть садовый и потом завязать уже веревочкой вот но возможно и нет значит вот тут как раз хорошо попался такой экземпляр вот тут получается что у нас вот так чтобы опять было вот у нас вот прямо вот тут срезана ветвь и вот тут под этой ветвью получается будет вторая это хороший вариант тут хорошо срастется потому что у нас уже срезано если можно прям можно сдвинуть на этот то есть тут он получился как бугорок вот можно его выкусить вырезать аккуратнее чуть глубже и на нем сделать или вот чтобы как раз не сдвинулось вот тут аккуратненько мы так срежем и соединим то есть когда попадает вот на такие так скажем на пенечки то не бойтесь наоборот это хорошо у вас на этом уже есть срез не надо дальше мучить дерево то есть смотрим если так попало то и и ладно ничего плохого в этом нет не надо и выискивать места между ними это вовсе не надо так что вот мы их сейчас так и сделаем примеряем опять чтобы у нас ничего не ушло никуда и аккуратненько под этим пенечком у меня получилось а вот это получается как раз вот рядышком поэтому я просто вот тут совсем не видно аккуратненько срежу и покажу руки внизу под секатором не ставьте потому что заживают руки довольно болезненно вот что у нас получилось отставляйте его подальше чтобы не вот вот эту хорошо видно вот продлила так сказать этот наш срез а здесь вот так наверное будет видно вот под этим пенечком ну так получилось на сам пенечек было бы вообще замечательно но в данном случае все мы их сейчас соединим и берем веревочку их тоже тоже связываем вот здесь придется из-за того что мы используем так сказать проволоку между ними то придется вот так поверху сделать по крайней мере первый вот а потом чтобы они были не сдвигались в бока еще лучше и вот так наискось завязывать абсолютно не важно с какой стороны будет с этой или с внешней это где удобнее завязать так там и завязали ну вот когда все 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 сейчас этого не буду делать но когда все вот так заплетете значит сначала нижний слой нижний уровень все посмотрели все действительно хорошо мне сейчас пришлось просто чтобы показать этот вариант плетения завязывания пришлось вот так сделать а так делаем нижний после чего смотрим не сместился ли у нас вверх так как мы их как-нибудь чуть-чуть же все-таки двигаем и может у нас верхушечка чуть свистится и что их надо один относительно другого по высоте тогда выравниваем опять все вот эти наши подтягиваем посматриваем и начинаем плести следующий когда все вот так заплели все все заплели вот он у нас получился так вот в растопытку вот так раскрылся но ничего страшного во-первых они сейчас поставим их на свет они будут подниматься все-таки уже наверх будет расти можно его так как сажали его уже довольно давно можно его поливаем естественно как надо подкармливаем его это будет лучше быстрее зарастать хорошо если есть какие-либо стимуляторы для роста растения не содержат гуматы не содержат вытяжки из торфа и еще всякие полезные вещества можно им полить можно им побрызгать опрыскивать будете сверху и обязательно поднимаете снизу листики тоже хорошо все хорошо опрыскиваем делаем хорошую достаточную влажность воздуха именно воздуха повторяюсь потому что иногда когда спрашиваю что какая проблема именно с фикусом люди обращаются и говорят надо повысить влажность спрашивают полить чаще нет не чаще поливаем опять же просто это постоянно пальцем чуть-чуть посмотрели вот он сейчас сухой его надо было полить но я так как надо было с ним работать не стала поливать было бы не очень удобно поэтому этот то видно что уже сухой но вообще если сомневаетесь вот так вот как бы делаете маленькую ямку вот она ее глубина то есть так сказать пол фаланги пальца и если она там сухая то есть вот вы трогаете у вас там сухо значит надо полить если вы там натыкаетесь пол фаланги пальца и вы натыкаетесь на мокрое то поливать еще рано фикус не любит когда мокрые ноги у него поэтому ему поливаем обильно но не так часто даже летом получается ну раз в неделю где-то даже на солнце когда он стоит вот но проверяем так что опрыскиваем подкармливаем раз в две недели удобрения для фикусов или для декоративно-лиственных комнатных растений ну и собственно все значит я это все сделаю и когда уже буду значит через месяц можно будет посмотреть если что-то там потому что бывает что что-то сместилось бывает что очень быстро вдруг пошел в рост и он сросся уже и начинает врезаться то есть на что обращаем внимание без развязывания мы вот так приходим и смотрим особенно нижние начнут если что врезаться вот тут снизу так что вот так вот просто приподняли и посмотрели нет ли там какого-либо хоть минимального следа если хоть минимальное есть там видно вмятинка значит развязываем смотрим как там что и если еще не сросся или сросся но видно что на такое вот еще ненадежное крепление то завязываем еще раз если вдруг что-то сломалось не срослось и уже ороговевший такой слой тогда надо срезать и заново сделать но по опыту скажу если все хорошо сделали ну ну два может быть таких вот не сросшихся их надо заново чуть-чуть порезать вот обычно все хорошо срастается если такое будет что не срослось то это вот нижние вот эти верхние будут срастаться гораздо лучше быстрее даже когда будем их снимать потом я буду показывать это все в следующем видео то скорее всего мы вот эти вот снимем а эти еще нижние будут еще завяжу их ну скорее всего так что если что врезаться могут начать смотрим вот именно снизу здесь могут как верхние так и нижние но нижние быстрее даже так что за этим следим чтобы не врезалось чтобы они у нас не пострадали потому что они восстановятся если ну вдруг так получилось что врезались мы уехали в отпуск еще куда-то приехали быстренько сняли увидели там вмятинку прям прям может быть даже вот толщина этой вот стяжки да круглой даже если такая толщина вмять даже если вот как этот кружочек но ствол вот такой она сойдет со временем но важно вовремя ее все-таки даже вот вы заметили снять чтобы она дальше не передавила его вот чтобы он во-первых начнет нарастать вот тут сверху а во-вторых он может просто погибнуть но если вдруг даже такая вот есть вмятина не бойтесь он зарастет будет какое-то время некрасиво но потом все равно зарастет так что вот сейчас я сегодня завтра я его максимум как по времени получится заплету уже на постоянной основе оставшиеся все и через пару месяцев думаю что покажу его вам опять и надеюсь что без всяких эксцессов как обещала через пару месяцев а не так что у меня что-то случилось вот так что делайте свои показывайте свои тоже присылайте фотографии у меня если на канале зайти там есть рубрика о канале там все контакты на меня куда мне можно послать именно фотографии потому что в сам ютуб нельзя ссылки он не пропускает все уходит в спам а там можно и на почту и куда угодно так что присылайте показывайте не всегда с проблемами с проблемами помогу а если хотите похвалиться тоже присылайте или если какие-то другие варианты плетения мне всегда интересно посмотреть так как это меня интересует подписывайтесь на канал удачи 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 удачи